Доброе утро! Спасибо всем, что пришли. У меня действительно несколько лекций, все лекции вводные, это самая из вводных лекций. Посмотрите, если вам понравится первая, можете попробовать прийти на следующую, хотя, как сказала Рамзия Галямовна, она будет несколько более специализированная, но, возможно, не настолько. Итак, меня представили как специалиста по системной биологии, хотя я не уверен, что в мире есть там больше чем пять, которые на самом деле специалисты. Остальные, в общем, просто так, так же как я, в какой-то момент господин Жордан обнаружил, что он 40 лет разговаривал прозой, так и я в какой-то момент обнаружил, что то, чем я занимаюсь, тоже попадает под разряд системной биологии. Но опять существуют разные мнения, так же, как по поводу... Так, а у нас указки тут никакой нету? Есть указки. Да, так же, как по поводу черной магии. То ли она есть, то ли нету черной магии. Я думаю, что к концу лекции вы попробуете этот вопрос для себя решить сами. Но, тем не менее, название лекции перспективы и проблемы, хотя понятно, что тема необъятная. Хотя тема очень модная. Если вы посмотрите на количество публикаций со словами системная биология, вы видите, что они растут за последние годы экспоненциально. И в самых разных странах существуют специализированные исследовательские институты, которые занимаются этой самой системной биологией. Есть в Сиэтле институт системной биологии, у которого там десятки публикаций каждый год, в Киото. И даже у нас в России тоже есть институт системной биологии в Новосибирске. Но, опять же, на самом деле, гораздо больше людей, я подозреваю, и в России тоже занимается системной биологией. В сущности, системная биология была всегда. Если вспомнить известную индийскую притчу о слепых, которые ощупывали слона и никак не могли понять, что же это такое, а если вспомнить известное изречение Аристотеля, что целое больше, чем сумма его частей, то всегда были люди, которые понимали, что все части процесса целого взаимовлияют и взаимообуславливают друг друга. В современных обзорах среди людей, которые были предтечами современной системной биологии, всегда приятно видеть и нашего соотечественника Владимира Владимировича Вернадского. Его учение о биоцинозе, биосфере, ноосфере внесло существенный вклад в понимание системной биологии. Поскольку невозможно охватить необъятное, то задача на весь этот курс лекций будет постараться дать общее представление о системных свойствах биологических объектов, вкратце описать основные составляющие системной биологии. Только выборочно я смогу осветить некоторые достижения, особенно интересные, которые мне показались особенно интересные. Постараюсь привлечь ваше внимание к общедоступным ресурсам. И поскольку я в Америке работаю в онкологическом центре, то большая часть примеров, которые я буду приводить, она будет как-то связана с уклоном в онкологию. Ну и последняя лекция, на которую Рамсия Галямовна вас пригласила, она будет как бы более общей лекцией, охватывающей проблемы не только системной биологии, и вообще проблемы воспроизводимости результатов в системной биологии в частности и вообще в биологических науках в целом. Мне кажется, что это важно. А почему она как бы относится к системной биологии? В моем понимании просто потому, что весь объем данных в системной биологии гораздо выше, поэтому все эти проблемы там заметны гораздо острее. Обратите внимание, что когда я перечислял, что я постараюсь сделать, я не перечислил самого простого, естественного. Я никогда не сказал, что я дам определение системной биологии. Потому что, по-моему, определение системной биологии дает каждый, сколько публикаций, сколько авторов, каждый из них старается дать свое определение системной биологии с тем, чтобы его публикация как раз туда и попала. Поэтому я воспользуюсь словами нашего бывшего соотечественника. В своем отечестве пророка нет. Значит, человек должен был уехать, чтобы стать классиком. И вот Евгений Кунин, который работает в Министерстве здравоохранения США, он сказал, что вообще, говоря, такого термина, как системная биология, лучше было бы и не придумывать. Но его придумали, и он уже укоренился. В общем, если вы посмотрите на список публикаций, то понятно, что, наверное, он знает, о чем говорит. Ну, если мы не можем дать или не хотим, избегаем дать определение системной биологии, то хотя бы определение системы. Выясняется, что и об этом тоже люди спорят. Поскольку лекторы тоже относятся к людям, то мы заглядываем точно так же, как и вы, в Википедию, и выясняется, что и в Википедии, если посмотреть на разных языках, то определения даются не совсем совпадающие. То есть в немецком языке говорится, что система происходит от греческого построенная, собранная вместе, и обозначает некую общность элементов, которые друг с другом как-то связаны или притянуты, и определенным образом взаимодействуют. Причем это взаимодействие может быть по смыслу, по задачам или по образованию определенного единства. Французский вариант делает упор на том, что система определяется своими границами, взаимодействиями между частями и прочим. Английский вариант говорит, что это некий набор взаимодействующих или взаимозависящих компонентов, образующих некое интегрированное целое. И взаимоотношения между, внутри этими компонентами, они отличаются от взаимоотношений этих компонентов с тем, что снаружи системы. Иными словами, каждое из этих определений дает определенную грань и не охватывает всего целого. Но в конце концов, наше определение на русском языке чуть не хуже, чем на остальных европейских языках. И оно мне, в общем, нравится не меньше. И перечисляются свойства, общие для всех систем. То есть это некая абстрактная сущность, определенная в своих границах. И целостность этой системы подразумевает, что в каком-то существенном аспекте некая ценность связи элементов внутри системы выше, чем ценность связи элементов системы с теми элементами, которые снаружи. Кроме того, у системы описывают, по крайней мере, два очень важных качества. Одно из них, которое я безуспешно пытался перевести на русский язык, но все переводы все равно дают заимственные слова или синергичность, или эмержентность. Это появление у системы свойств, которые не присущи отдельным ее компонентам. То есть возможность из системы превосходит сумму возможностей составляющих ее частей. И еще одним важным свойством называют иерархичность. Очень часто, прохватив не всегда, каждый компонент системы может тоже рассматриваться как система. И в свою очередь сама система тоже может входить в элемент более сложной системы. То есть она может быть подсистемой чего-то еще. Проиллюстрировать это можно на примере легко нам, хорошо нам известном. Например, если мы представим себе отдельные компоненты, там металлический цилиндрик, проволочку и стеклянную колбочку, если показать ее человеку совершенно несведущему, то так вряд ли кто-нибудь сообразит, что же абсолютно нового может из этого получиться. Тем не менее, новое может получиться. И разглядывая компоненты по отдельности, несведущий человек из далекого африканского племени может даже не понять, что это лампочка или ячья. И принципиальное свойство испускает свет. В свою очередь это входит в другую систему, в систему, условно говоря, электрификации всего мира. Таким образом, одна система является подсистемой другой. Кроме того, что определяют систему вообще, пытаются их, естественно, как-то классифицировать. Наш соотечественник Гейли Поваров пытался классифицировать систему по количеству элементов, в чем есть определенный смысл. Он говорит, что есть малые системы, в которых до тысячи элементов. И принципиальная особенность этих систем, что хотя мы не можем отгадать, так же, как с лампочкой, назначение системы или возникающие свойства этой системы по компонентам, то эти компоненты целиком определяют систему. Вот как мы шестереночки поставим, так оно и будет работать. То есть система полностью определяется компонентами. И дальше по возрастающей идут сложные системы, ультрасложные, суперсложные. Значит, по его классификации живые организмы, если не брать их эволюционного развития, они относятся к сложным системам, потому что у них есть, они уже не сводятся, не определяются полностью своими компонентами. Там есть стахастические процессы, случайные, которые могут идти или так, или этак, а система в целом уже определяет, какие из этих результатов совместимы с целостностью этой самой системы. Но вообще говоря, определение, что такое сложность системы, оно тоже существует разное. Английский ученый Джон Касти, он, например, предполагал, что надо разделять сложность системы, по крайней мере, на два вида. Структурная сложность и сложность поведенческая. То есть может быть существовать система, которая структурно довольно сложная, а по поведению довольно простая. Вот это как раз то, что у меня здесь. То есть если вы когда-нибудь, не наши современные часы, в наших ничего невозможно понять. Если дедушкины часы когда-нибудь открывали, то там будет куча разных колесиков, все как-то крутится, связано. А результатом системы будет обычное круговое движение стрелки по циферблату. Понятна разница, да? Внутренняя система сложная, а поведение у ней простое. Но можно представить себе обратную картину. Можно представить себе картину, когда внешне система довольно простая и имеет довольно сложное поведение. Ну, то, что осталось после перевода от Macintosh на Windows, выглядит как система простых дифференциальных уравнений, где коэффициенты, к сожалению, не видны. Но здесь всего три коэффициента. То есть, если вы кто-нибудь еще помнит, что такое дифференциальное уравнение? Люди, руки поднимите, кто помнит, что такое дифференциальное уравнение? А, хорошо. А на каком курсе вы? А математика у вас была? Понятно. Хорошо, ладно. В общем, для простоты вы можете считать, что эти уравнения описывают движение некоторого тела в системе координат. Поскольку у нас здесь только три переменные, то мы легко можем себе это визуально представить как три координаты. x, y и z. И те коэффициенты, вместо которых у меня здесь теперь пробелы, там были просто греческие буквы альфа, бета и гамма. Больше ничего. То есть, которые и задают начальное положение этого тела. То есть, и дальше мы смотрим. Очень три простые уравнения. А парадокс заключается в том, что если, условно говоря, для обычных мячиков, если мы кидаем оппол, да, и описываем движение, если я кидаю мячик один и второй бесконечно близко друг к другу, мы можем предсказать, что их поведение будет бесконечно похоже друг на друга. В этой системе все обстоит совсем не так. Если мы задаем два тела с исходными коэффициентами, таким образом, что они находятся бесконечно близко друг к другу. И смотрим, как они будут двигаться в этой системе координат по времени. О, даже звук есть. То есть, два бесконечно близких тела двигаются сначала бесконечно близко друг к другу, потому что их параметры исходные бесконечно близки. Потом они разделяются и становятся совершенно разными. И это получается модель некого хаоса. Значит, о чем здесь идет речь? Вот это короткий фрагмент из фильма. Он описывает возникновение того самого термина эффект бабочки. Может ли бабочка махнуть крыльями где-то там на Амазонке, и это вызовет ураган во Флориде? Речь идет о том, что бесконечно мало изменений в начальном положении приводит к непредсказуемо большим изменениям в некотором будущем. И если вы читали Рэй Брэдбери и Грянул гром или разные другие фильмы, где обыгрывается вот эта идея, что что-то такое очень маленькое, оно приводит к непредсказуемым большим изменениям. Значит, что же получается? Получается, что даже если система детерминирована, а это была детерминированная система, то предсказать ее поведение в будущем становится необычайно сложным. Ну, может, тогда нам этим и не заниматься, потому что, как вы понимаете, если уже для двух шариков мы не можем этого сделать, то что же тогда говорить про клетку? Но на самом деле все как бы не так плохо, просто нужно постараться понять, с какой стороны на это смотреть. Может быть, если мы не можем предсказать положение, отдельных шариков в пространстве, может быть, мы можем предсказать какие-то более другие существенные свойства этой самой системы, просто о которых мы не задумывались раньше. Вот давайте посмотрим, что произойдет, если мы с самого начала выберем положение двух этих тел, достаточно удаленное, и опять запустим их. Посмотрим, какие будут у них траектории. Алло. То есть они начинают с разных условий, но пользуются теми же самыми математическими законами. Сначала вы видите, траектории абсолютно разные, не совпадают. Но вот чтобы не путаться, мы сейчас эти первые 10 секунд сотрем и посмотрим, что будет дальше. Все траектории, они по-прежнему остаются практически непредсказуемыми, но они все накапливаются в определенной области, очень редко выходя за ее пределы. То есть все траектории, они ограничены определенной областью пространства. Да, то есть что мы здесь увидели, что из этого положительного можно извлечь из этого примера. Мы не можем предсказать положение отдельных шариков, но мы можем, например, предсказать, как часто какой-то шарик будет в какой-то области. Если переводить это на нашу область биологии, то есть мы, может быть, не можем предсказать, что произойдет с определенной клеткой через определенное время, но мы можем предсказать, как часто или какой процент клеток будет находиться в таком-то физиологическом состоянии в пределах определенного интервала. То есть таким образом, изучая свойства систем, мы можем открыть все-таки что-то новое по сравнению с простым механистическим изучением отдельных клеток и компонентов клеток. Теперь можно попробовать все-таки сформулировать наиболее важное свойство биологических систем. Во-первых, это открытые системы. Они находятся в постоянном взаимообмене информации и материи с окружающей средой. Такой обмен приводит к постоянным изменениям. Это динамические системы. Вот пример того, что мы видели. Все время в движении. Кроме того, они имеют иерархическую структуру и многоуровневые взаимодействия и взаимозависимости между компонентами. Соответственно, важнейшими задачами являются изучение структуры системы, понимание этой самой динамики системы и определение правил саморегуляции системы. Способы решения были предложены в одной из первых основополагающих работ по системной биологии. Это планомерное систематическое воздействие на систему на всех доступных экспериментатору уровню, биологическом, химическом и так далее. Измерение ответа системы на этих разных уровнях, интеграция данных и, что самое главное, построение моделей, позволяющих предсказывать поведение системы. Если задуматься об этапах становления системной биологии, то, наверное, можно сказать, что в сущности системная биология была всегда. Она была всегда в некотором отрыве от всего остального. Если возвращаясь, вернуться совсем назад на 2000 лет, то древние греки меня бы не поняли, почему я вообще говорю о чём-то ином, кроме как о системной биологии. Потому что они рассматривали вещи исключительно в своей целостности. Попытаться понять, как устроено живое существо, разобрав его на части или проведя с ними опыт, с ним опыт был бы для них так же дико, как если бы я предложил им понять, почему статуя Проксителя красива, если сначала отбить все пальцы на руках, нос, уши, проанализировать это всё по отдельности и из этого постараться понять, от чего же была красивая статуя. Точно так же они относились и к живым объектам, то есть исключительно своей целостности. В какой-то момент, начиная условно с XVII век, те из вас, которые ходили на лекции по философии, те знают такое течение, редукционизм, которое оказалось необычайно плодотворным. Философские, наверное, корни мы пропустим. Но тем не менее, вот эта идея, мы сказали, что можно всё-таки разобрать на части, на этапе анализа, проанализировать, а потом на этапе синтеза, уже как бы по этапе синтеза, как же оно работает. Возобладала вот эта вот тенденция, которая оказалась необычайно плодотворной для развития науки. И так мы, в общем, шли от общего к частному, от организма к органам, от органам к тканям, от тканей к клеткам, клеточным компонентам и так далее. И достигли большого прогресса. Но потерялось целое понимание, потому что разобрать на части легко, а сложить обратно довольно тяжело. То есть всегда были люди, которые не упускали это из вида, как было процитировано на одном из первых слайдов. Но таких людей было мало. А в основном все как бы крутилось вот в этом круге, когда новые данные получали, получали новые технологии. И все это проводило к какому-то частичному пониманию, которое очень лишь в малой степени складывалось в некоторое целое. что на мой взгляд сдвинуло это равновесие, это получение огромного количества данных. Если посмотреть на этот график, который показывает синим цветом получение экспериментальных данных, видно что-нибудь по годам-то, да? Ну плохо видно. Это за последние 10 лет. Красным цветом количество публикаций, ну и зеленым цветом некое количество знаний. То видно, что количество экспериментальных данных, оно растет довольно быстро, опережая, то есть увеличивается количество публикаций, но количество материала, которое в них содержится, оно становится еще больше, да? То есть даже на каждую публикацию. И вообще, если в целом задуматься, то интуитивно понятно, что количество данных растет больше, чем количество информации. Правильно? А знание растет еще медленнее. Я не буду вдаваться в детали, но интуитивно понятно, да, что знание это не есть то же самое, что количество информации. И в этом проблема. Смотрите, название журнала не просто гига-сайенс, а гига в n-ной степени сайенс. Ведь это показывает, что вот этот девятый вал данных, он на нас обрушился, и мы никак с ним справиться не можем, если мы не будем привлекать компьютерные методы обработки. Вот с образованием биоинформатики... Так, уже не работает. здесь работает. Хорошо. Собственно, биоинформатика и облегчила нам превращение наших новых данных в частичное понимание и до некоторой степени усилила поток в сторону системного понимания проблем. подразумевается, что когда мы лучше научимся строить математические модели, они будут оказывать свое влияние и на развитие новых технологий, и на получение новых данных, и, соответственно, возвращать нас к лучшему системному пониманию наших проблем. и, ну, уже отчасти оно сейчас происходит, наверное, будет какой-то практический выход в медицине, сельском хозяйстве и так далее. Но пока до этого так далеко дело не дошло, да? Пользуясь словами того же Евгения Кунина, мы пока плохо понимаем, как изучать что-то, как некую систему в целом, да? И реально под название системная биология попадает широкомасштабное исследование чего-нибудь, комбинация этих исследований, там, извлечение из них полезных единиц знаний. То есть, словом, описание их частей, инвентаризация, да? Это то, что сейчас идет под кодовым названием ОМИКС САЙНСЕСС. И, ну, как бы, самые популярные из этих ОМИКС САЙНСЕСС, да, они, собственно, их можно легко проследить по центральной догме молекулярной биологии, вот как она идет, так как от генома через транскрипцию к белку, так оно и определяется, да? Геномика, основная задача, которая определяется в определении и общем изучении инакулятивных последовательностей РНК и ДНК, транскриптомика, это идентификация всех РНК в клетке, кодирующих, не кодирующих, определение количества, определение закономерности, экспрессии и так далее. Протеомика, определение всех белковых компонентов, их функционального состояния, к динамике. Ну, можно добавить там метаболомику, которая описывает биохимическое состояние клетки, определяя и измеряя концентрацию так называемых малых молекул или метаболитов. Ну, дальше туда можно добавить всякие производные, правильно? Эпигеномика, гликомика, микробиомика, резистомика. В общем, как бы только ленивый не прибавляет слово омико к названию своей науки. Ленивые люди есть. Для совсем ленивых людей в интернете можно найти генератор. Значит, если вы что-то такое изучаете, вы туда это вводите, и он вам выдает то слово, которое... Ну, это, конечно, шутка, но тем не менее генератор есть на самом деле. Ну, мне кажется, что важным будет хотя бы вкратце пройтись по некоторым из этих источников. И начать надо с геномики, потому что, во-первых, исторически с нее все начиналось. Секвенс генома человека, он, собственно, был толчком к развитию всех этих омиксных наук. Ну, вот современное состояние геномики, например, отчасти описано в проекте ENCODE, где определяются функциональные элементы генома. И они определяются как некие отдельные единицы, которые кодируют известный продукт. Например, белок или некодирующий РНК, или имеют определенные характеристики, такие как связывание белка или специфическую структуру хроматина. И если раньше как бы идея была очень простая, что у нас есть ну что, экзоны, энтроны, энхансеры, промоторы, ну и что-то такое между ними. В общем, по большому счету ничего. То говорили, что там 90% генома это вообще пустое место, мусор. то этот проект позволил охарактеризовать геном более полно, где есть некодирующие транскрипты, места связывания ДНК, связывающих белков, структуру хроматина, аллели специфические изменения и так далее. И все это было сделано с использованием самых разных методов, определялось, где проходит транскрипция, с помощью масс-спектрометрии смотрели, каким из транскриптов соответствуют собственно белки, где связываются факторы транскрипции, определялась какая структура хроматина. И выяснилось, что в общем 80% человеческого генома участвует по крайней мере в одной в одном событии с участием РНК или хроматина по крайней мере в одном клеточном типе. И большая часть генома находится достаточно близко, чтобы обладать какой-то регуляторной функцией. 95% генома находится в пределах 8 кБ от места взаимодействия ДНК и белка. И 99% находится в пределах 1,7 кБ в пределах от какого-то биохимического события по данным этой самой работы. Значит, я все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что гигантская работа, которая несомненно была проделана здесь и польза от которой несомненно. Все-таки мы должны отличать реальную пользу от самой рекламы. Если вы посмотрите здесь фрагменты из их собственного абстракта, то, собственно говоря, выглядит очень красиво. 95% здесь, 99% здесь. И в общем связывается впечатление, что все наполнено. Но обратите внимание на параметры в 8 килобазах от места ДНК, взаимодействия белка и ДНК. Ну, вообще говоря, откуда взялись 8 килобаз? Почему 8 килобаз это какая-то такая принципиально важная граница? То есть мне это непонятно, в статье это не определено. Или то же самое, 99% находится на расстоянии 1,7 килобазы. Тоже непонятно. Почему 1,7? Почему не 1,8? Или не полторы? То есть иными словами, эти цифры подобраны задним числом для того, чтобы получилось красиво. Чтобы получилось 95 и 99%. Опять, я не хочу умалять достижение этого проекта. Он действительно бесконечно важен. Но когда мы читаем такие важные работы, мы должны к ним относиться критически. я целью своей лекции ставлю не только вам рассказать, как замечательно системная биология, но о том, что мы должны критически относиться к тому, что мы читаем. Тем не менее, венный раз повторил, что это очень важная работа. Больше того, геномика естественно является основой взаимодействия с разными другими омиксными науками. Хоть с протеомиксной, когда одно смыкается с другим, если мы знаем, какие фрагменты ДНК важны, где, когда, то мы должны знать, как это приводит к изменениям в наборе белков, которые есть в клетке. И который, в свою очередь, дальше будет приводить к изменению фенотипа. геномика связана и с другими, или методы геномики по крайней мере используются и в разных других омиксных науках. Эпигеномика, микробиомика, резистомика. Кто может догадаться, о чем резистомика? Кто-нибудь может догадаться? Руку поднимите, ну что же, я же не зверем. Понятно, один человек, которому я рассказывал до того, я понял. всякие резистентные наши бактерии, которые ставят большую клиническую проблему, их же тоже надо как-то изучать. Их изучают с помощью геномных методов прежде всего. Поэтому и образовали такой термин. Микробиомика будет отдельный слайд. И то же самое касается изучения популяции. это первая работа тысячи геномов. Они очень тщательно делали, делали ее несколько лет, сделали ее очень хорошо. Окончательный вариант был в прошлом году. И это позволяет смотреть на вариации в человеческих популяциях. Потому что когда мы анализируем какие-то нуклеотидные изменения, которые происходят, которые мы обнаруживаем, например, сравнивая геном здорового человека и геном больного человека, то хорошо было бы все-таки понять, это случайное изменение или это изменение, которое мы можем обосновать, что оно и приводит к определенному болезненному состоянию. Для этого хорошо было бы знать, как часто оно встречается в популяции. И больше того, ведь нет же однородной человеческой популяции. Одно и то же изменение может свидетельствовать о патологическом изменении у европеоидного человека. И то же самое изменение является довольно стандартным и часто встречающимся где-нибудь в Японии. Поэтому такой каталог всего того, что у нас бывает, он необычайно важен. в ответ на европейский вызов китайский институт сразу сказал, что на тысячу они не будут размениваться, они секвенируют сразу миллион. Да и в общем миллион людей, а еще миллион разных растений, миллион животных и миллион экосистем. Ну и в общем они довольно успешно продвигаются по этому направлению. Они работают на совесть. Если в нашем центре Филадельфия нам нужно было отсеквенировать там 30 каких-то экзомов, то несмотря на наличие своего собственного секвенатора мы послали образцы в Китай. так что коллеги работают на совесть. Ну если проиллюстрировать геномику отдельным как бы под направлением микробиомика, то надо вспомнить, что в 2008 году Американский институт здравоохранения запустил программу человеческого микробиома, то есть определение всех видов бактериальных, которые ассоциированы со здоровым и нездоровым статусом в человеке. Ходили разные подсчеты о том, что их больше, чем нас в 10 раз, их имеется в виду бактериальных клеток внутри нас. Были контраргументы, нет, их не больше, все-таки нас больше. последний подсчет, что все-таки их больше, но уже не в 10 раз, а всего в 3 раза. Таким образом, изучение микробиома это довольно важная область, потому что, как выясняется, микробиома связана действительно с изменением здоровья, она сама меняется в ответ на изменение состояния здоровья человека и может вызывать изменение, если она меняется. Ну и наконец, была одна из последних работ, в которой было показано, как видоизменения внутриотдельных бактериальных видов идет параллельно видоизменения человека. Если вы посмотрите на дерево человекообразных обезьян, где есть и люди, то была сделана работа на разных видах бактерий и было показано, что, как правило, видообразование этих бактерий, которые существуют у нас и у них в желудке, оно идет параллельно, то есть оно развивается параллельно с вами. По крайней мере, отчасти я включил этот слайд, потому что это эволюционный слайд, никакая лекция по системной биологии не может считаться полноценной, если в нее не включена цитата из Добжанского о том, что ничего в биологии не имеет смысла, если только не рассматривать это эволюционно. Переходя от геномики к транскриптомике, я не буду об этом рассказывать долго, потому что я надеюсь, что уж об этом вам рассказывали, про microarray вы уже точно знаете. Кто знает, что такое microarray? Те же самые 8,5 человек. Гибридизация на ДНК-чипе тоже не лучше воспринимается по-русски? Тоже нет. Ну, короче, для определения количества транскриптов РНК вы определяете, отжигаете их на специально подготовленном ДНК-чипе. Правильно? И поскольку вы можете пометить их двумя разными цветами, то в конечном итоге вы получаете картинку, где, в каких образцах, какой уровень экспрессии. И если у вас есть некая существенная разница в ваших образцах, ну, например, часть взятая из здоровой популяции, часть взятая из больной популяции, вы можете представить, составить себе картину, какие ключевые гены уровень экспрессии выше, какие ниже. И в конце концов, если вы составите себе такую картинку и создадите себе так называемый многогенный маркер, то он может обладать предсказующей силой. То есть, если возьмете свежую популяцию, с которой вы еще не работали, определите уровни экспрессии и посмотрите, какие уровни выживаемости. Например, если вы определили, что наличие чего-то дает людям возможность жить дольше при определенном заболевании, вот вы можете это подтвердить. если ваш многогенный маркер показывает отрицательное, то люди хуже переносят это заболевание, умирают раньше. Но на самом деле я этот слайд сюда поместил не сколько для того, чтобы вам об этом рассказать, потому что я думал, что вы это знаете, сколько для того, чтобы напомнить, что это был один из первых случаев регламентации того, что должно быть записано в системно-биологическом опыте. Потому что масса разных способов было провести такого рода опыта. Технологии были и сейчас остаются все разные, от чего получалось, что сравнивать результаты разных опытов практически невозможно, потому что не было полноты информации, что мерилось, как мерилось, сколько раз мерилось и так далее. И вот первый раз был введен некий стандарт записи, что должно быть известно для того, чтобы работа вообще могла быть принята в печать. Это принципиально важно именно в системной биологии, именно потому что огромный объем информации и использовать его практически нельзя, если каждый использует, если каждый дает только ту информацию, которая считает нужным. Из того, что мне показалось интересным вам показать из транскриптомики, это одна из последних работ, где определяется не просто количество транскриптов, а еще и где именно в клетке эти транскрипты находятся. то есть на пространственном уровне. Это одна из недавних работ, очень интересная. Посмотрите, каждая, есть определенное количество, все РНК они не могут сделать, они выбрали технологически исполнимое количество, 140 разных разных типов РНК. И каждый из них считывается с помощью специальных флуоресцентных маркеров. То есть сначала каждая молекула, каждая молекула считывается, она помечается определенным флуоресцентным маркером, дальше делается набор фотографий, как бы срезов таких клетки, потом первый флуоресцентный маркер стирается, проявляется следующий маркер и так далее. Посмотрите, здесь условно картинка такая, вот у вас первый маркер сработал, идет единичка, а там где не сработал, там ноль. Второй маркер идет, этот второй сработал подряд, здесь идет один-один, здесь был один, а здесь ноль, значит один-ноль и так далее, и так далее, то у вас есть бинарные коды на каждую из ваших молекул РНК. И таким образом вы можете исследовать от 100 до 1000 разных молекул РНК. Естественно, выбираю то самое важное в данном конкретном опыте. и буквально за год был достигнут существенный прогресс, если в прошлом году в прошлом году у них они делали это вот 140 видов там за 16 циклов гибридизации, то в этом году они увеличивали пропускную способность своей аппаратуры на два порядка. То есть они могут определять профиль уровень экспрессии этих РНК в 100 тысячах человеческих клеток, в том числе 40 тысяч клеток. 40 тысяч клеток они померили за один раз там меньше, чем за сутки. То есть это очень высокая пропускная способность и надо эту возможность вам понять не только что экспрессируется, но и где оно экспрессируется. Следующая за транскриптом идет протеома. Здесь можно выделить несколько разных моментов. Во-первых, как я говорил, важным моментом является просто составление каталога всего, что есть. Потому что предсказание это одно, а реальное наличие это другое. И один из многих проектов, которые занимаются составлением такого каталога, вот он представлен здесь, он опирается на масс-спектрометрию, на существующие базы данных, на использование антител, и они заставляют каталог всего того, что существует в человеческих клетках. Причем оно может быть рассортировано по болезням, оно может быть рассортировано по хромосомам, вы можете залезть в нужный браузер, выбрать нужную хромосому, и там будет представлено количество белков, подтверждение существования которым существует на самом разном уровне. Для какого-то количества оно было показано, что оно есть как белок, для какого-то был обнаружен только транскрипт, для какого-то был транскрипт обнаружен только в гомологичных, только как по гомологии в известных организмах и какие-то только предсказаны по геномной структуре и так далее. Это как бы один уровень протеома. И этот уровень предназначается для интеграции в общую схему, где участвуют и геномные элементы, и транскриптомные и так далее. Все идет в эту копилку знаний. И таких проектов еще существует довольно много. Их все нужно учитывать, если вы всерьез за этим следите. Но кроме таких глобальных проектов, мне хотелось хотя бы вкратце рассказать о том, что чаще используют ученые, по крайней мере, мы чаще используем, то есть конкретный опыт, потому что если нам интересно например в наших 50 образцах что экспрессируется на уровне белка, что не экспрессируется, то конечно мы не можем позволить себе все эти гигантские опыты с одновременным использованием аспектрометрии, транскриптомики и так далее. Довольно часто использующаяся методика это белковые такие чипы, условно говоря, где на определенную подложку вы наносите или антитело, или антиген, или аптамен, или эроген, что-нибудь такое, да, и потом определяете с помощью этого уровня экспрессии того, чего вам интересно, да, почему, собственно говоря, мы должны смотреть на таком чипе, а не использовать транскриптомику, потому что очень часто существует плохая корреляция между уровнем экспрессии на уровне РНК и количеством белка, поэтому, поскольку все в клетке, большая часть всего в клетке делается на уровне белка, необходимо и определять собственно белковый уровень. чаще всего используются или антитела, ну или некие заменители антител, в любом случае это нечто, что связывает белки. Идея примерно такая же, как с ДНК чипами, то есть вы делаете, у вас есть образец один, образец другой, получаете клеточные экстракты, метите разными цветами, потом она гибридизуется, скажем, на стеклянном слайде, после чего на сканере вы получаете такую чудную картинку, где цвета соответствуют или одному, или другому, или двум образцам сразу. Вы видите, что здесь, например, в одном образце этого конкретного белка больше, а там здесь больше другого. И дальше требуется, естественно, компьютерный анализ. Один из часто используемых вариантов так называемый с обратной фазой. Если в том варианте, который я описывал только что, на подложку наносятся антитела, к которым потом привязываются белки, то в обратной фазе как бы все происходит наоборот. На слайд наносятся ваши клеточные лизаты. И потом уже они проявляются антителами, которые вам интересны. Если кому-то непонятна разница-то, лучше скажите сейчас, потому что я по-прежнему могу вернуться на полшаг назад и объяснить. Никто не сознался. Хорошо, будем считать, что поняли. В чем преимущество? Хорошо, в чем недостаток? Недостаток тем, что для того, чтобы это использовать, вам нужно достаточно много иметь образцов, чтобы это имело смысл. Потому что если у вас 10 образцов, то делать весь слайд антителами из-за 10 образцов нет смысла. Значит, вам нужно иметь достаточно много. Это приводит к тому, что люди декооперируются. То есть, как правило, или очень большие центры это делают сами, или, что чаще всего, есть некая сервисная организация, вы посылаете свои образцы туда, еще кто-то посылает туда, они накапливают образцов на целый слайд и потом проявляют его определенными антителами. Но вам-то интересны не одни антитела, правильно? Не один белок, а много, значит, штук 200. Значит, ваш образец раскапывается на 200 разных слайдов. Образцы всех людей раскапываются на 200 разных слайдов, каждый из них проявляется своими антителами. И потом это все нормализуется. Таким образом, вы получаете информацию о том, какие уровни интересующих вас белков в ваших конкретных лизатах. По сравнению с общей протеомикой, вы получаете гораздо меньше информация. Не про все возможные белки, а только про те условные 200, на которые есть антитела у этой компании. Но компании подбирают антитела, которые чаще всего людям интересны. То есть вы получаете чаще всего ключевую информацию. я специально сейчас спускаюсь с глобального уровня на очень конкретный, потому что когда мы смотрим на информацию, нужно понимать, насколько она достоверна. Посмотрите, вот здесь перед нами дизайн слайда, как определяются уровни белка. вот здесь у них к примеру 15 разных белков определяется. Вот на примере одного из них посмотрите, есть отрицательный контроль, он не должен гибридизоваться ни в коем случае, это просто БСА, он должен оставаться пустым. Дальше идет раститровка, раститровка клеточных лизатов, в которых известная, даже не обязательно известная, раститровка клеточных лизатов. Посмотрите, в каком количестве разведений, какое количество повторов они используют. То есть они хотят получить прямую линию, чем больше белка, тем больше сигнал. Если прямая линия не получается, значит слайд уже нельзя использовать. Дальше наносятся лизаты с известной концентрацией, причем они наносятся по крайней мере в четырех повторах каждой. Больше того, эти контроли наносятся сверху слайда и снизу слайда, чтобы исключить позиционные проблемы. Может быть, ваш буфер как-то не так тек. И только середина слайда занята вашими или чем-то еще образцами. Причем они тоже наносятся в четырехкратных повторах и в разведениях. В общем итогом по контролям должна получиться абсолютно прямая зависимость между тем, белка нанесено, на самом деле нанесено, и какой сигнал считывается. Значит, поэтому, когда мы видим результаты вот этих вот высокопроточных опытов, мы должны понимать, сколько труда туда вложено для того, чтобы все это было достоверно. И все-таки этого всего недостаточно, потому что, как вы понимаете, если участвуют антитела, то очень важным моментом является специфичность этих антител. Если ваши антитела распознают кроме вашего белка что-то еще, то тогда грош цена всем этим контролем. Правильно? Потому что кроме вашего белка они будут ловить какой-то еще другой белок, который вам совсем не интересен. Поэтому в каждой такой работе, которая делает такой набор, прилагаются фотографии того, как на вестом блоте выглядит определение каждого конкретного белка каждыми конкретными антителами. Вы должны увидеть, сколько полосок чтобы было специфично. Тот человек, который понимает лучше всего все, он показывает правильно. Одну полоску, конечно, правильно? Иначе это не будут специфичные антитела. Одну полоску. Ну вот посмотрите, видите, здесь на каждом фрагменте одна полоска. Или, по крайней мере, кажется, одна полоска при той выдержке, которую эти люди любезно поместили в журнале. Если приглядеться внимательно и поиграть немножко в фотошопе, то можно вытянуть и увидеть, что с этим конкретным белком как-то не так не совсем хорошо обстоит дело. Правда, вы видите дополнительные полоски здесь? Но это дефект вертикальный, это надо отрезать. но остальные полоски там есть. Если увеличить, я отрезал вертикальную полоску, остальную увеличил, правильно, и построил дистограмму. Это тот целевой пик, про который они говорят. Это все остальное. Целевой пик составляет всего 30% от общей интенсивности. поэтому когда люди, которые занимаются системной биологией, анализируют все это, хорошо было бы понимать физическую реальность. А что же именно такое анализируют? Насколько мы можем верить всему этому? И невозможно этого понять, не заливши глубоко-глубоко в дополнительные материалы, к сожалению. Иначе мы так и будем анализировать неизвестно какую ерунду. Продолжая тему протеома, мы можем сказать, что некоторые белки нам все-таки интереснее, чем другие. особенно нам интересны те белки, которые способствуют увеличению общей сложности системы, то есть количеству разных биологических модификаций белков. Ведь у нас в геноме условно всего порядка 20 тысяч генов. следующее разнообразие вводится на уровне альтернативной транскрипции или сплайсинга и так далее. То есть транскриптомы у нас уже богаче, чем геном. Но протеомы еще богаче. Почему? Потому что существуют постратрансляционные модификации. Они существуют самых разных видов, включая фосфорилирование, глаклизилирование, ебкетинирование, нитрозилирование, метилирование. Дальше вы уже, наверное, залезете в учебник. Но одним из самых важных является фосфорилирование, которое осуществляется, как вы наверняка знаете, киназами. в человеческом в человеческих клетках существует порядка 500 или 550 разных киназ, которые охарактеризованы, построены в разные группы. И на самом деле из этих 550 киназ примерно про 175 считается, что они вовлечены в разные заболевания. В том числе киназ являются хорошими мишенями для лекарств. Потому что заингибировать киназу всегда как-то проще, чем работать с белком, у которого нет энзиматической активности. Если вы думаете, что 550 это много, то если вы вспомните у инфузории туфельки, там порядка 3000 разных киназ, хорошо было бы определить активность этих самых киназ в человеческой клетке. Это просто один из тех методов, которые используются у нас в институте. В чем здесь идея? Вместо того, чтобы определять вообще все белки, и потом смотреть, какие из них киназы, еще потом нужно разбираться, собственно говоря, эти киназы активны или нет, то используется некий набор специфических реактивов, которые осаждают на себя только активные киназы. Что это за реактивы? Это огородные шарики, к ним привязаны ингибиторы киназ. То есть вот это такая колоночка, на нее нанесены разные слои разных ингибиторов, когда через эту колонку пропускается клеточный лизат, то все проходит насквозь, кроме тех киназ, которые активны. Плюс в том, что вы не просто ловите киназы, а ловите киназы в активном состоянии. И после этого собственно и определяете с помощью масс-спектрометрии сколько там чего есть. То есть плюс этого метода в том, что вы не должны анализировать всю протеому для того, чтобы узнать тот ключевой набор, который собственно и определяет свойства ваших клеток. Или ответ, например, как здесь, ответ на лекарство. То есть что можно сделать? Снять образец ткани или клеток, у вас одна половина это контроль, вы его не лечите, вторая половина добавили, через там, через 20 минут посмотрели, как изменился ответ. То есть это дает вам возможность определить, что конкретно меняется. Возвращаясь к теме того, что хорошо было бы узнать не только, что меняется вообще в целой группе клеток, а что меняется в каждой отдельной клетке. Правильно? Это тоже необычайно важно. И одним из методов, когда вы можете посмотреть на количество интересующего вас белка, некоторых из интересующих вас белков отдельной клетки, является проточная цитометрия, о которой, наверное, вы слышали. Она ограничена определенным количеством флорофоров, которые вы можете использовать, потому что ваш прибор должен разделить разные спектры. И вот возникла интересная мысль попробовать вместо разных флорофоров использовать просто метки, которые обладают не разными спектрами, а разной молекулярной массой. И тогда можно будет анализировать состав этих клеток более точно. К сожалению, как в шпионских фильмах, для этого, как секретную записку, придется перед прочтением сжечь. И в этой технологии вашу клетку приходится сжечь для того, чтобы определить, в чем же разница между молекулярной массой той метки, которую вы нанесли. Это то, что нарисовано здесь. 7200 градусов, от клетки не остается ничего, но поскольку ваша метка неорганическая, то они, эти атомы остаются, их и надо мерить. Для того, чтобы это сделать, хорошо было бы найти такую группу элементов, у которых химические свойства исключительно похожи, чтобы не надо было их принимать во внимание, а масса отличается. Кто-нибудь может мне показать группу элементов, у которых химические свойства наиболее похожи, а масса все равно продолжает отличаться? не слышу. Изотопы, так, но изотопы достаточно, изотопы чего? Их слишком мало, правильно? Так, так, то есть можно назвать там, я не знаю, какие-то элементы, у которых будет 3, 4, 5 стабильных изотопов. Да, вот посмотрите, вот эта группа элементов, лантаноиды, ведь не случайно они в этой таблице Менделеева, они ведь все в одной клеточке. Это значит, что их химические свойства практически идентичны. Они отличаются друг от друга очень немного, но молекулярная масса у них отличается. Вот их и используют. Берут специальный комплекс образующий вещество, туда добавляются один или несколько таких лантаноидов, которыми метится потом клетка. И если вы возьмете, например, 7 из таких веществ, то вы можете пометить клетку, образовавшую бинарный, сделав бинарный код, ну, как бы 7 битов, правильно? Посмотрите, здесь вот у вас клетка помечена или наличием, или отсутствием одного из этих изотопов. Посмотрите, этого нету, 0, этого нету, 0, 1, 0, 1, и так далее. Вот ваши пики. То есть образовались так называемые бар-коды. И используя эти бар-коды, вы можете пометить свои клетки, как вы хотите. То есть всего достаточно для того, чтобы образовать 128 комбинаций. В том числе вы можете использовать часть из них для того, чтобы пометить содержимое каждой лунки в 96-луночной плашке, а потом все смешать вместе. Поскольку содержимое будет уже помечено, то вы анализируете все вместе и все равно сможете понять, из какой лунки оно произошло, то есть каким способом у вас обработалось. Это пример того, как они просто для того, чтобы доказать, что они могут это четко делать. Вот они пометили такой шахматный рисунок и потом его считали обратно или там полосками. Вот пример того, что они сделали. Посмотрите, они померили 18 тысяч уровней фосфорилирования на каждый ингибитор. Каким образом? У них было 12 ингибиторов на 8 доз. Это плашка. Посмотрите, 12 ингибиторов на 8 доз в 14 клеточных типах. И в каждом из них они померили 14 разных сайтов фосфорилирования. То есть всего вместе было сделано 63 тысячи разных измерений. И все это было за один раз померено вот этим самым хитрым прибором. и вот типичный случай системной биологической работы. Это некий подсчет того, насколько разные клетки похожи друг на друга по способу ответа на эти используемые ингибиторы. или насколько разные ингибиторы похожи друг на друга в разных клетках. Если вас заинтересует такой подход, который называется массоцитометрия, то можете найти эту лабораторию. И у них есть разные другие еще более интересные способы, в том числе вместо того, чтобы делать иммуногистохимию, где есть ограниченное количество красок тоже, они используют луч металлических ионов для того, чтобы сжигать эти клетки по одной просто, сканируют поверхность. И таким образом они точно также считывают информацию, что в этих клетках есть. Ну наверное список компонентов всего того, что в клетке надо мерить, то есть геномный, транскриптомный, протеомный, как бы уже подходит к концу. Кроме этого, важным является интерактомика, то есть что именно взаимодействует, как. Если вы посмотрите на этот график, то он будет показывать, что количество взаимодействий, которое нам известно, растет гораздо быстрее, чем количество компонентов, что в общем интуитивно понятно, потому что количество белки мы уже в клетке почти все знаем, а вот как они взаимодействуют друг с другом, вот эта информация растет гораздо быстрее. Каждый небольшой скачок свидетельствует о очередной системно-биологической работе, где определено взаимодействие тем или способом. Лекция по интерактомике будет завтра, но в общем и целом результатом работы в этой области, в интерактомике, может служить такая карта взаимодействий, где по итогам этих исследований, например, белки разных функциональных групп распределены по своим функциям, по результатам взаимодействия. Это, кстати, генетические взаимодействия, о которых мы будем говорить завтра, те, кто придет на лекцию. И это как бы глобальная сеть, но для того, чтобы быть полезной, если вам на лекции по системной биологии такой сети не показывают, значит требуется деньги обратно и вас обманули. Какая-нибудь такая красивая картинка обязательно должна быть. Хотя для того, чтобы быть полезной, в общем, сеть не обязательно должна быть такой сложной. Вот пример более простой сети, которую мы строили сами. Значит, у нас сгруппировано вокруг четырех белков структурных, которые похожи друг на друга. И кроме самих белков, которые изображены здесь розовым цветом, взаимодействующие компоненты вокруг. И если взаимодействующие компоненты представляют собой киназы, то они выделены голубым цветом. Но уже из этого можно излечь на самом деле какую-то информацию. Например, если посмотреть, какие два белка из этих четырех структурно похожих функционально ближе всего друг к другу, сможет без меня это определить или нет? Скажи мне, с кем поведешься, с кем поведешься, с тем и наберешься. Пусть будет так. Посмотрите, этот белок и этот белок, у них наибольшее количество общих взаимодействий. То есть мы можем смело сказать, что функционально скорее всего больше всего связаны эти два белка, тогда как эти и эти несколько в стороне. Вот такого рода анализ может быть довольно полезен. Теперь общего описания я бы хотел перейти к тому конкретному примеру, который мы использовали в той работе, которую мы несколько лет назад опубликовали. О чем собственно говоря работа? мы искали дополнительные мишени, которые помогали бы лечить больных определенным лекарством, а именно ингибитором рецептора EGF. И тогда, когда такие ингибиторы разрабатывались, казалось все просто. есть линейный путь, и если мы сверху заингибируем, то все будет нормально. Больной должен выздороветь. и такие случаи были. Вот, посмотрите, самый простой, самый простой, да, самый простой, в то же самое время, самый редкий случай, да, то есть есть пациент, у пациента есть опухоль, мы добавляем ингибитор, и через полтора месяца опухоль рассасывается, и в общем еще через полгода ничего обратно не вырастает. То есть, иными словами, этот ингибитор EGFR, он действительно работает, но почему-то он работает совсем не у всех, только в исключительно редких случаях. То есть, очевидно, что линейная модель, она неправильная. Хорошо было бы понять, вместо того, чтобы использовать линейную модель, приходится оперировать вот такой сложной сетью взаимодействия, где сигнал EGFR передается разными путями, в том числе с обратными связями и так далее, и так далее. Хорошо было бы найти какое-нибудь синтетическое летальное взаимодействие, которое бы помогло нашему веществу работать. Значит, если бы мы могли найти такие взаимодействия, это сильно продвинуло бы наши шансы в комбинационной терапии. Где искать? Были все показания, что искать нужно недалеко, недалеко от исходной мишени. мы использовали в качестве исходного наш исходный ген был Ирлатиниф, и мы хотели разработать сеть взаимодействий, которые помогли бы нам определить, где собственно мы должны искать. Значит, самым надежным способом, конечно, было бы взять и проскренировать весь геном. Проскренировать весь геном, как вы догадываетесь, необычайно дорого. Это, конечно, нам позволит найти все, нам позволит, кроме того, что дорого, это еще и возможность сделать ошибки, потому что скренировать весь геном за один раз невозможно, а когда, если сделать не за один раз, то приходится учитывать так называемый бэтч-эффект, то есть придется пояснить, так, вот я анализировал, ну хорошо, мы с коллегами анализировали чужие данные, где тоже использовали ингибиторы, и опыты были сделаны в трех повторах с разными ингибиторами, с контролями, и я подхожу и говорю, ну Ян, ну что, как складывается? Он говорит, не-не, они не группируются по ингибиторам, они группируются понедельник, среда, пятница. Вот это вот и есть тот самый эффект, который нужно учитывать, да, потому что когда вы треть генома сделали в понедельник, треть в среду, а треть в пятницу, потом оно непонятно как, значит, хорошо было бы ограничить вашу библиотеку таким образом, чтобы то, что вы ищете, оно, во-первых, было бы по карману искать это количество, во-вторых, чтобы можно было сделать за один раз, чтобы не надо было ломать себе голову от понедельника, среда, пятница. Поэтому мы хотели найти то количество генов, которое мы хотели бы проверить, порядка 600, то есть это столько, сколько можно за один раз проверить на том оборудовании, которое у нас есть. То есть, так называемую, сфокусированную библиотеку. Значит, мы использовали разные источники, во-первых, белок-белковый взаимодействия, и в каждом из этих источников мы определяли как бы наиболее надежную часть, ну, и ту часть, в которой мы менее уверены, она, в общем, описана, но не так достоверна. Карты путей передачи сигнала, данные транскриптомики и генетические взаимодействия в модельных организмах. Потом мы это как бы все сложили вместе, и дальше возникает следующий выбор. Что же из этого всего использовать? То есть, с одной стороны, мы можем использовать то небольшое количество, которое надежно работает везде. Но это, во-первых, совсем мало, а во-вторых, оно, конечно, будет почти наверняка, но зато уже всем известно. Как бы другая крайность это использовать вообще все. Но это получается слишком много, и довольно велика доля той информации, которая совсем не проверена. Поэтому мы пошли таким путем, когда мы взяли все, что достоверно включено в каждый из этих источников, плюс, если оно было недостоверно в одном источнике и недостоверно в другом, или менее достоверно, но зато пересекалось друг с другом, то мы это включили тоже. Ну и вот таким образом мы сделали так называемую сфокусированную библиотеку, у них было порядка 640 генов, и с помощью малых интерферирующих РНК мы проскренировали эти самые 640 генов. Значит, здесь с помощью робота была проведена трансфекция, мы или добавляли отдельно малые интерферирующие РНК, или добавляли лекарства, или не добавляли, и в зависимости от того, что мы получали, мы говорили, что это кандидат. В общем и целом мы получили довольно много кандидатов, которые какой-либо эффект оказывали. Эти кандидаты мы охарактеризовали по теме лекции системно-биологически, мы посмотрели на их топологические параметры, на их происхождение, мы знаем, какие из исходных компонентов как бы больше вклад внесли, в успех какие меньший, и потом мы все это проверили на разных клеточных линиях. Это разноцветные картинки, которые всегда изобилуют системно-биологические работы. В данном случае у нас здесь перечислены те гены, которые мы использовали, а здесь у нас перечислены те условия, в которых мы эти гены проверяли. Что мы проверяли? Мы проверяли, во-первых, разные клеточные линии, а во-вторых, мы проверяли разные ингибиторы. То есть нам было интересно, то, что мы нашли в исходном скрине, оно вообще неспецифически будет убивать, условно говоря, все клеточные линии со всеми любыми ингибиторами, или оно будет работать на всех клеточных линиях только с нашим ингибитором, или оно вообще специфично только эта клеточная линия, только этот ингибитор и так далее. Вот это то, что у нас изображено здесь. Это просто как бы два разных способа обсчета. И после перепроверки мы составили другую схему, где цветом выделена надежность той информации, которую мы получили. Чем более темный зеленый цвет, тем в большем количестве клеточных линий сочетание нашего исходного ингибитора с выключением того гена, который обозначен цветом, приводит к понижению жизнеспособности. Часть из этих генов была уже известна, что хорошо, значит, мы нашли то, что мы должны были найти. Часть из этих генов была не то, чтобы известна, а уже использовалась, а часть была новой, в том числе мы нашли группу генов похожую, которая обладала хорошей специфичностью, но эти самые гены не были ферментативно активны, то есть к ним невозможно было подобрать нынешнем положении дел, к ним невозможно подобрать никакого ингибитора. Но зато вокруг них, вокруг этих трех генов можно было построить дальше сеть взаимодействий и сеть взаимодействий определила некий набор киназ, активность которых оказывала влияние на эти гены. Часть из этих киназ уже использовалась, ингибиторы к ним уже использовались в комбинационной терапии, но часть не использовалась, в том числе киназа с названием Аврора А. Мы предположили, что мы вполне можем попробовать сочетание с ингибитором киназа Авроры А. И это именно то, что мы сделали. И обнаружили, что эффект существует, мы определили механистически через какие конкретные гены действуют. И в общем все это имело определенный смысл, по крайней мере, с точки зрения пути передачи сигнала. Опять частично эта информация была известна раньше. Мы определили, что есть синергетический эффект в тех клеточных линиях, которые мы смотрели между нашим исходным ингибитором и ингибитором Авроры А. Проверили это на ксенографтах и тоже подтвердили эффект. И сейчас идут клинические испытания на сочетание этих двух лекарств. Таким образом я представил работу, где от начала и до конца мы использовали системную биологию. И от чисто теоретического построения в конце концов мы перешли к тому, что может быть поможет конкретным больным в конкретной ситуации. Это был просто пример того, как не обращаясь ко всем возможным методам системной биологии, все-таки мы сумели принести определенную пользу. короткий абстракт того, что я сейчас рассказал. Наверное, на сегодня я рассказал все, что хотел. до снова немного три два три Продолжение следует...